14 февраля по всему миру отмечают День Святого Валентина. Так звали священника, который в третьем веке, несмотря на запреты римского императора, венчал солдат и их возлюбленных. В Россию праздник пришел около 20 лет назад. В 2008-м у него появился конкурент – День Семьи, Любви и Верности, в память о православных святых Петра и Февронии. Но Валентин не теряет популярность. Большинство россиян считает себя влюбленными, и каждый третий мечтает отмечать 14 февраля. Это тот праздник, который отмечают с детства, еще в школе пишем в Валентинке, так что хороший праздник. В этот день на стадионе «Шахтер» горожане признавались друг другу в любви. И даже мороз и сильный ветер не помешал влюбленным выражать свои чувства. День Святого Валентина – это день всех влюбленных, это наш день. Но у нас 14 февраля связано еще с нашей датой. Именно сегодня у нас с моей женой 10 лет отношений. В честь этого праздника я тебя очень сильно люблю. Отмечающий этот праздник дарит любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, часто в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. На мероприятии были и те, кто урожал свою любовь к нечто другому. Студенты Кумертаутского филиала Оренбургского государственного университета признались в любви к своему университету. Это не день, не просто день влюбленных. Также сегодня могут выразить любовь к близким, любовь к родине и любовь к своему учебному заведению. Студенты Кумертаутского филиала АГУ пришли выразить свою любовь к преподавателям, которые у них преподают. В принципе, ко всему студенческому сообществу нашего города, к молодежи нашего города и хотят пожелать всего самого хорошего. В конце мероприятия все пришедшие запустили в небо небесные фонарики в виде сердца. По китайскому поверью считается, что во время запуска небесного фонарика есть традиция загадывать желания. И якобы в этом случае небесный фонарик уносит с собой все плохое, открывая дорогу здоровью, богатству, успеху, любви. Три, две, а я тут запускаю и загадываю желание! Ну что ж, всемое главное спасибо всем, кто пришли сегодня на наш замечательный праздник. Всего у вас сушных фонариков! Константин Меркушо, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.